так внимание видишь как мне надо записывать и там смотреть и это показать и все в своем порядке даже здесь это надо господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 100 мы насчитываем никита колесников насчитывает смотрю на экран новый завет от у нас трех томик вышел с толкованием блаженного феофилакта и с комментариями каждый том 752 страницы впервые за 2000 лет вот так вышел комплект толкования вместе с откровением одно откровение 434 страницы занимает и тут еще не меньшая ценность вот он как выглядит 230 иллюстраций вестава даре вот они мы раскрасили сами в полный лист без обреза посмотрели 8 параметров у нас есть те которые при самом последнем патриаршем издании нет у них больше денег они могут больше формат мы не можем во всем остальном просто говорить не надо мы каждый стих выявили каждый стих указана книга глава стих книга глава стих итак поехали трое тимофея 4 8 а теперь готовится мне венец правды который даст мне господь праведный судья в день он и и не только мне но и всем возлюбившим явление его толкование довольно для утешения того что было сказано но здесь он прибавляет еще и о наградах чтобы тем более поддержать ученика не следует говорит печалиться скорбеть потому что я отхожу получить венец правдой и здесь также апостол называют вообще добродетель не сказал даст но воздаст как нечто должное как долг будущее праведным он несомненно определит воздаяние за труды так что венец по праведности должен принадлежать мне здесь апостол подбодряет и самого тимофея ибо если всем воздаст то тем более тебе кто же любит явление его тот кто делает достойное этого явления так что кто не делает тот очевидно не любит его напротив ненавидеть его чтобы не получить достойное по своим делам явление все тут вообще явлением называется потому тут еще непонятно называемые явление ерциньей бы вот вот что-то сбит а баба бывает у нас не вижу вот вот второе здание у нас где-то техника сбивает техника то есть когда там они делают монтирует на в типографии это и выбросили у нас три страницы и они ничего не могли сделать найти и приехала сюда корректор который кто там у них есть и здесь пыталась и отсюда и так и не могли сделать только во втором издании вставили то шрифт изменили то ни с того ни с сего букву е начинает делать ее или наоборот они даже этого не знают мы сдали все проверено откорректировано и никакой возможности нету ни одного из зданий нигде никогда не было что было без ошибок но даже библия проверено там профессора словесности филологи над ней были на библия то она не меняется 140 лет как издание было синодальное и несмотря на это мало того так совсем даже ну не так местами переставлено буква нет нет они не та страница а вот библия которая такая папиросная как бы бумаги папирусная или как назвать тонко это буква там эма однако верх ногами даже стоит но они это не делали же это техника тут что-то она бывает буквы слепит как-то и другой раз выкинет и а мы уже не знаем мы сдали мы только в виде готовым получим и они не знали я им претензии предъявляю они говорят а мы никак не могли еще сделать давай проверять и увидели притом она буквы ее заменила во всей книге неправильно но ничего это не главное главное ничего не выпущено вот это главное дальше и воссеевает свыше свыше что является горе так прежде всеобщего явления есть еще другое явление в котором господь открывается людям довольны задачи не прочитал то еще вы не применены не приезжайте события я считаю воссеевает свыше . прежде всего всеобщего явления есть еще другой явления в котором господь открывается людям достойным они миру вот открывается достойным людябе детей как выборщик на господь любит всех это ложь сектантская написано господь не любит никого, кроме живущего с премудростью. Где это написано, чтобы где дух лжи вошел в уста и того любил? Нигде нету. И здесь говорит как? Вот снова говорит Господь. Кому придет? А то, которые те, которые достойны. Если человек исполняет заповеди и борется, борется с грехом. А не так. Это вот такие сегодня эти праздники, которые от сектантов берут. Бог любит всех. Он ненавидит грех, а любит грешника. Где это ведь? И любит. А кто мир потопил? Грех как будто что-то отдельное, какая-то медуза в ведре, в жестяном ржавом. А грешник отдельно. Он его любит, а грех не любит. Он уничтожает его. Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью, Соломон говорит. Это надо для себя усвоить. А где премудрость? Сам Бог назвал премудростью. Ищи у него. И подражай ему. Вот и весь ответ. Вот снова говорит Господь. Мы придем к нему и обитель у него сотворим. Иоанна 14, 23. 2 Тимофея 4, 9. Постарайся прийти ко мне скоро. Толкование. Почему апостол зовет к себе Тимофея, тогда как ему вверена была церковь в Ефесии, целый год, народ? Потому что он находился в вузах, заключен был Нероном, и не мог сам прийти к нему. Поэтому он и зовет его в Рим, желая, может быть, перед смертью, передать ему многое. 2 Тимофея 4, 10. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крискент в Галатию, Тит в Далматию. Один Лука со мною. Толкование. Вот интересно, он говорит Димас. Но сегодня Димитрия зовут Дима, у нас Митя звали, Митя, Димас. И вот у меня были в Потеряевке два друга, Димитрий, Дима, и Александр, Саша. И апостол Павел говорит, Александр много сделал мне зла, и у нас больше этого Александра никто не сделал. Как будто специально для нас оповещение-то было. А мы просто считали, это имена и все. И не сделали. Там два Игоря были, и никто ничего не сделал. Даже четыре. И ни одного малого шага к пакости не подвинулось. А этот во всевозможные тяжкие грехи пустился. Седьмой заповедь топтал ногами. Мы ничего не можем сделать. Надо быть очень внимательны. Мы не были внимательны. Так. Толкование. Не говорит, я желаю видеть тебя прежде, чем умру, чтобы не печалить его. Но так как я, не имея никого, кто бы помогал мне в благовествовании, то ты поспеши прийти. Что значит, возлюбив нынешний век? То есть, возлюбив покой, жизнь безопасную и тихую. Захотел лучше наслаждаться дома, нежели бедствовать со мной. Видите как? Не написано, что Дима стал плохой, и там как она не сапира, что-то деньги сокрыли. Ничего этого не было. Я просто, мне, зачем это беда какая? У меня дома все, внуки тут бегают, огородчик маленький, я вожусь тут, занимаюсь, развожу. Мне покой нужен. Ян Златоуз говорит, за одно слово, что ты желаешь покоя, тебе гиены мало. Вот и все, на этом и успокойся. Какой покой, когда это море бурное? Мы пришли для того, чтобы бороться. Горе живущим на земле, сатана ходит, как крыкающий лев, лжец ходит, а ты рот раскрыл, каждому человеку, безбожнику веришь. Ты думай или нет? И все на этом. Две тысячи лет прошло на этом. И по-другому никак нельзя было. Ни Павел, никто был от этого не освобожден. Все были оклеветаны. Все. Лгали как могли. А лжецов теперь даже фамилии, имени нет нигде. А их имена сияют над всей вселенной. Одного только Дима стал укоряет. Впрочем, желал не его укорить, а нас устыдить, чтобы мы не ослабевали духом в опасности. Вместе с тем, он хотел еще более привязать к себе и Тимофея. Этих он не укоряет, и Батит был один из весьма дивных мужей, так что ему поручен был Крит. Итак, эти два мужа пошли не потому, что возлюбили нынешний век, но по делу. И может быть, проповеди, или по другой какой нужде. Один Лука со мною. Он неотлучно находился при нем. Написал Евангелие и Деяния апостольские. О нем апостол говорит в другом послании. Брат во всех церквах похваляемый за благовествование. 2 Коринфянам 8.18 Попробуй. Брат похваляемый за благовествование. Да все благовествовали. Благовествие Евангелия. Он как бы скрыл его под этим. Брат похваляемый за благовествование, за Евангелие. А сейчас кто? Да вы какой верный? Мы евангелисты. Евангелистов 4 было, даже этого не знают. 4. Понимаешь, с кудоумией нет предела. Нет никакого. Везде есть какие-то ограничения, а этому и нет. Может это вообще нет, а одна пустая коробушка. Да у нас тут дом молитвы, сектанты баптисты. Откуда вы взялись, что дом молитвы? У вас молитвенный дом? А какая разница? Да очень большая. Дом молитвы был один на всю вселенную, а молитвенные дома в каждом городе. И по несколько были. Дом молитвы это принесение жертвы. Это храм православный. У сектантов нет дома молитвы, потому что нет истинного священства, рукоположения от апостольских. Нет литургии святой и нет причащения телом и кровью. Молитвенные дома, да, есть. Приходят, собираются, молятся. Хорошие люди. Но никакого отношения не имеют ни к церкви Христовой, ни к храму Божию. 2 Тимофея 4.11 Марка возьми и переведи с собою, ибо он мне нужен для служения, толкования, не для собственного успокоения он требует его, но для служения Евангелию, ибо и в узах он не переставал проповедовать. Следовательно, и Тимофей он призывал не для себя, но для благовествования, чтобы между верующими не произошло никакого смятения по случаю его смерти. Когда многие из его учеников будут присутствовать при этом, они будут сдерживать смятение и утешать тех, которые нелегко перенесут его кончину. Ибо между уверовавшими в Риме, вероятно, были и достопочтенные мужи. Комментарий Игнатия Лапкина. Перечисляя события Ветхого Завета, Вселенский учитель апостол Павел поясняет нам, что знать про происходившее ранее необходимо не для расширения нашего кругозора, не для сдачи экзаменов в духовном учебном заведении, но в первую очередь для того, чтобы извлечь правильные выводы, применяя все прежде бывшее к себе на сегодняшний день. Вот как интересно. Сегодня знания. А для чего тебе эти знания нужны? Знания нужны для определенной цели. И при том худые примеры. Десятая глава первого послания Коринфянам. Чтобы извлечь уроки. Это написано для нас. Так тогда писал Моисей или Ездра, там кто писал? Иисус Новин. Ну цель-то какая была? Для нас, достигших последних времен. Вот что мы в Ветхозавете не считаем плохое, это для нас написано. Для чего? Запитаю, чтобы мы не были походливы на зло, и как они были походливы. Для нас, достигших последних веков. И вспоминай жену Лотова Христос. Говорит, а что ее вспоминать-то? Зачем она нам нужна? Не оборачивайся назад. Все и во всем Господь. И притом не единожды, а повсюду и везде. Ты там видел, что дух лжи вошел в уста? А почему ты себя-то не берешь? А может быть со мной, с любым может быть. Не пободрствуешь, на другое потянулся, а потом дух вошел, он только тебя к лжецам будет тянуть. Там те живут праведные, говорят истину, совершенно отвращение будет. И мы это видели, у нас уже в деревне было. Кто бы ни приехал, совершенно чужой человек, противовес настроен, он сразу, мгновенно с ним сходится. Ребенок не очень активный, не очень развитый, но лживый. И вот приезжают новые дети, первый раз пошли на костер, а он деревенский, он никого не знает. И он только заходит, а у нас большая яма, костер горит и по кругу, называем подиум, где можно сидеть. И он прям сходу сходит и прям к этим, которые в лагере лживы, он подходит, между ними садится и разговаривает. Как он узнал? Я говорю, ты знал, что они? Нет. То есть сатана ведет. У меня брат родной, хороший, работяга, но пьет. Его нет, он умер. А когда он не пьет, высокий, стройный, чернявый такой, ну, в мать, красивый, просто симпатичный. И вот стоит он с братом священником на вокзале. Рубашка белая у него. Никогда не подумаешь, что он пьет. И он у меня жил месяц, в рот не брал. Мама стоит рядом. И вдруг один божь подходит и к ним говорит, пойдем на троих выпьем. А он только удивился, а как он меня узнал, что я пью? Сатана знает. Он на тебя таких людей будет все время посылать. И он до конца не мог понять, как так я стоял. Я не одет, от меня не пахнет, ничего. И в вокзале сколько людей, никому он подошел. У нас мы сдвое, а раньше было сообразить на троих, показать три. Пойдешь, нет. Он прямо к нему подходит и сразу, он так и дрогнул. Ты этого не знаешь, и поэтому так легко впадаешь во всякое беззаконие человек. Изучи это. Это образно для нас. Чтобы не были мы походливы на злое. Вперед. Вот я и пишу, чтобы сделали выводы, применяя все прежде бывшее к себе на сегодняшний день. Слово Божие живо и действенно, чтобы заговорил. А так прожил, я уж и что-то достиг. А что достиг-то? Ложь. Собирал всю жизнь. Во лжи умер. И куда пошел, не знаю. Речь идет о том, что если кто не изучает историю и не накладывает ее на нынешнее время, применительно к своей душе, тот обязательно повторит те же самые ошибки, что и наши погибшие предшественники. Вот главная цель изучения истории. Понятно. Первая Коринфянам 10.6. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Мне это было понятно. Первый раз я прочитал, сразу выписал и записал. Теперь я буду весьма внимательно считать все. Первый раз считал, я понял, это образы. И образы не положительные. Он говорит только об отрицательных. Все впереди, которые образы, все до одного отрицательные. А мне зачем это нужно? Они там отступили. Ну еще это юноши там, ну вошли туда. Ну нам зачем это нужно? Нам надо образ брать, пример с Христа, с апостола. Вот пример. Это были образы. Изучай. То даже я ни одного образа положительного знать не буду, как Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Дух Святой наставит. Как поступать? Подать милостыню, поститься, молиться о доброте. Почему там и написано. Говорит, и не будете иметь нужды, чтобы кто учил вас. Пророк предсказал. А Ян повторил это. Почему? Дух Святой. А вот на злое где? Дух Святой не учит. Теперь ты изучай историю. Кто не изучает историю, тому грозит повторение ее, ошибки этой. Вот и все. Какой бы ты умный ни был, тебя обязательно достанет вот этот стих. Дальше. 1 Коринфянам 10.11 Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигши последних веков. Вот и весь ответ. А кто знал-то? Да нет, обходили эти места. Люди отходят. Зачем ты это? Дети должны знать, отрицательные. Давайте учить на положительных. И ребенка хвалить. Никогда не ругайте. То есть сатана знает, что говорит. Как у монахов. Послушание, а ведь дороже поста и молитвам. Апостол, молитва это единственное оружие на сатану. Ты это оружие брось. А вот это старик придумал, теперь по нему и дело. Ну что тебе понятно, что от сатаны это? Я когда стал говорить, монахи волосы дыбом стали. Так это мы всю жизнь по сатанинскому лозунгу жили, не по Божьему. Пост и молитва. Так а что дороже, проповедь или молитва? Проповедь дороже. Кто? Григорий Двоеслов говорит. Проповедь. Христос воскресил Лазаря. Воскресил. Молитва и молитва. Дальше почему не описано? Там в книгу не вести, что он сделал. Воскрешать даже мертвых тела меньше, чем душу воскресить. Ты молишься, весь мир молится. А через кого обращаются новые души? Единицы. На епархию, может, ни одного нету. Я еду с епископом местным в машине. Раньше был Антоний Масендич. И он понимал это жалость. У меня нет ни одного миссионера. Переходи. Вот три храма отстраиваются. Любой я тебе дам. Это мне говорит ташкентский Варфоломей. Нет ни одного. А теперь миссионерские отделы. Как грибы выросли. Поганки. Ну, маленько. Смотрите, образы какие. Этому научить нельзя. Это Дух Божий делает. Вот что сделать, чтобы человек обратился? Ну, настоятель уехал. Поставил вместо себя там библиотекарша. Александр Невский храм в городе Варнавол. А наши люди, я говорю, сходите там, посмотрите как. Женщина одна говорит, у меня сын запился. Беспробудно пьет. Я уже не знаю, что делать. Я и воды святой ему наливала. Так, батюшки нет сегодня? Я отвечаю здесь. Батюшка это знает вопрос. Я с ним рядом. Пусть к трезвому будет, придет причаститься. Это церковь? Когда его даже в храм запускать нельзя. А он крещеный? Да, он крещеный. Пусть придет причаститься. То есть, вывернул сатана все. Человек пьяница, даже если один раз напился, на два года отлучается от церкви. Канон. А это пьяница забулдыга. И вот, пожалуйста, приходи, причащайся. Это в церкви говорят. Его подталкивают к смерти, потому многие больные немало умирают. То есть, он еще живой, а она его к смерти подтолкнула. Если бы на кладбище кто-то зашел, поп, стал кадилом махать, вот отпевает, ходит, и сказал бы, вот вы здесь всех поминай, вдруг бы голод раздался. Благодаря частому причащению мы умерли все. Мы болели из-за тебя. Ты нас убил. Кладбище наполнено поповскими руками. А Павел говорит, я щисть от крови всех. Ну, маленько вдумайтесь, христианство, тире, это не шутка, Ян Златоуст. Это не шутка. А слово христианин для многих пустой звук, вводящий других в заблуждение. Крещеный, не крещеный, разницы нет. Я христианин. Ты назовись христианином, да еще и православным. Да исполни все, что требуется. И далее. Так. Чем можно оправдать... А и сегодня очень часто. И сегодня очень часто Патриарх вызывает к себе архиереев. Для чего? Чем можно оправдать эти расходы на самолеты, на поездки, на гостиницы? Только проповедью. А все остальное должно стоять далеко позади этой цели. И в командировочной должно стоять, что Патриарх вызывает не для себя, но для благовествования. Для благовестия не в храмах, а там, где сегодня проповедуют сектанты и еретики. Повсюду. В домах культуры, на стадионах. Широко известные сектантские проповедники выходят в людные места со своими помощниками, которых иногда насчитывается несколько сот человек. После того, как сказано, основная проповедь, популярным проповедникам, помощники начинают трудиться индивидуально с теми, кто решил примириться со Христом и изменить свою жизнь. Во времена Гражданской войны выходцы из народа, вчерашние простые солдаты, повели в бой дивизии и побили хваленных генералов из генеральского штаба. На первых порах высокообразованные православные архиерей и священники вряд ли всегда смогут одерживать победу над сектантскими суемудрями своих из-за морских эмиссаров. Но патриарх должен найти высокодуховных, вдохновенных проповедников среди архиереев и священников и вызвать их к себе на собеседование, сказав, «Я вас вызвал не для богослужений, не для торжественного собрания, не на те за именинство, не за перенесение мощей, не на открытие храмов и не на крестные ходы, не для себя, но для благовествования». Это же самое должен повторить архиерей своим священникам слово в слово, буква в букву. И это же самое должны повторить священники свои пастве, а пасомы друг другу. Иван Златоуст говорит, что он один ничего не успеет, если паства не понесет его слова в народ. Вот это я сделал вставку в комментарии. Хоть один кто-то опровергнет это? Нет. А если бы патриарх сказал, вот это я буду делать. А обстановка изменилась в православии. Есть такие, которые могут сказать слово архиереи, и такие священники есть, и диаконы, и миряне. Патриархи когда избирали, тут прошла молва, какое-то пришло у меня сообщение оттуда, может кто посмеялся на избрание, а вы поедете туда. В первую очередь, когда Тихона патриарха избирали, миряне имели голос. Миряне, обыкновенные миряне, простецы. Здесь нету, здесь редко, а епархия представит там архиереи, да и все. Ну то есть совершенно не так все делается, и потом они еще не понимают, что скоро совершенно некому будет свечки ставить. 2 Тимофея 4.12 Тихий-ка я послал в Ефес, толкование. Таким образом, я остался один, и твое присутствие необходимо. 2 Тимофея 4.13 Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Тараде у Карпа, и книги, особенно кожаное, толкование. Здесь апостол говорит об одежде. Он требует ее для того, чтобы не иметь надобности брать и других. И повсюду он прилагает большую заботу, чтобы не нуждаться в других. Некоторые, впрочем, думают, что это ящик, футляр, в котором лежали книги. Для чего нужны были книги ему, готовящемуся отойти к Богу? Чтобы передать их верующим, чтобы они имели их вместо него. Особенно кожаное. Вероятно, они содержали в себе нечто более ценное. 2 Тимофея 4.14 Вот филонь. Что он говорит? Принеси филонь. А что это такое филонь? Сегодня любой священник знает, что такое. Это особая одежда, которую надевают. А тогда это ничего не было, филонь. Это обыкновенный плащ. Плащ. Сегодня священники, если есть в алтаре, архиерея служит патриарх, они берут специальную материю, которая называется воздух. Не воздух, а воздух. И за 4 конца держат, и на чаше ей делают движение. Это в этом что-то сакральное. А это ничего нету. Это просто была, ну сегодня сказать, мухобойка. Отгоняли мух, чтобы не попали в чашу. А куда зашло-то? И вот арарь, священник надевает, который благословляет. А арарь надет. Это просто полотенце было, пот утирать. И постепенно превратилось в такую сакральность, что без нее сейчас... И он и священник, и не священник. Понимаете? Это очень хорошо все описано у Александра Мене. Он знал. Я от него узнал. Ничего нет. И мы с ним беседовали, когда он даже это еще раз высказал. Мы не туда взору стремили. Нам нужно пострадать Господу в готовности умереть за него. Вот главное-то что. А не так вот. Я сижу и ничего не знаю. Дальше. Второй Тимофей 4.14. Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его толкования. Апостол вспоминает. Он говорит об этом искушение не с тем, чтобы убедить ученика мужественно переносить искушение со стороны ничтожных и презренных людей. Многие, подвергаясь оскорблениям со стороны знатных людей, переносят их, находя себе утешение в высоком положении своих оскорбителей. Терпеть же от ничтожных и отверженных людей причиняет большую скорбь. Поэтому Павел и говорит, много сделал мне зла, вместо сильно и разно страдать меня заставлял. И обычно так бывает, что люди незначительные и низкие, когда начнут делать зло, то уже никакой пощады не дают. Вот на меня нападает сейчас который, ни имени, ничего нету. А когда узнаешь, а он никто. Никто. А все время, каждый день нападает матерками и кроет. Думаешь, ну если выступает священник, архиерей, сказал один раз, да и отстал. А это нет. Немало не заботясь о мнении общества. Мужжайся, говорит апостол, это не пройдет ему безнаказанно, но да воздаст ему Господь. Вместо воздаст. Это великая, значит, пророчественника. Когда я сказал об этом, как поднялись в интернете, вы угрожаете. Я говорю, у меня опыт есть, которые восставали против, ни одного нету. У нас был священник один. Я могу называть, Владимир Суртаев. Служил в районном центре Кытмана, в Алтайского края. Ну, он провинился. Там дом вроде бы ему купили. И как-то он на жену перевел. И епархия начала с ним судиться. И осудили его. И он сидит в тюрьме. У него все, вот теперь отнимается. Он торговал еще мясом, аркетанничал. Это то ли мало там заработка было. Ну, что там сельское место, с тем более такое время-то. И я с ним встречаюсь там. Я в тюрьме 17 лет сотрудничал. И с ним разговариваю все. Ну, кажется, ну, простить бы да и все. Тем более он уже дом отдал, назад все вернул. Ничего за ним нету. Нету. Я иду в епархию. Тогда был Антоний Масендиевич, епископ. Кто главный участник был? Он не один был в Масендище. У него секретарь Аносов, отец Симеон. И он кассир, как говорится, финансовый работник главной в Алтайской епархии. Дальше. В Заринске Дмитрий Капран. Его отец у нас здесь, Михаил Капран, очень известный. Там член Академии разных, все. То есть вот эти люди собрались. Я иду к прокурору края, ходатайствую. Он уходит на свободу. А Бог начинает чистку. Архиерей умирает в 41 год сразу же. Секретарь, который был, их четверо было. Секретаря шофер убивает из-за денег. Шофер епархиальный. Дальше. Тому было, кажется, не знаю, 35 лет. Дмитрий внезапно умирает. И этот известный, он сидел даже где-то из группы Огурцова. Готовили переворот в стране. Отец Михаил Капранов. И он тоже умирает. Все четверо, как будто кто-то махнул и снес все головы. Я не могу не видеть этого. А я ходил в епархию, трес их буквально. Ну, простите его. Вы едите жареную рыбу в пост сидите. А он сидит в шее и кормит. Ну, все уже отдал вам. Ну, простите его. Ни под каким видом не простили. И тогда Бог взял на себя это все. Я после стал говорить. Да как вы еще нам говорите? Вы нам и не говорили. Кому вы говорили, никого нигде нету. Думали они это или нет, что Аносова, Симеона и Ира Монаха собственно шофер убьет. А почему? Я не знаю. Ну, слишком уж опустошенное место. У отца Акима так же было. Стали крестить в полное погружение. И там такие известные были, протеереи. Архиерею вызвал. Зачем в полное? С Украины там все понаехать хотят. А Украина-то вся зараза оттуда идет. Не надо в полное погружение. А то у нас разделение будет. То есть как все делаете? А они купель сделали и все. И поднялись на него. И уполномоченные все. Батюшка выезжает. А их там было человек пять. Все до одного. Мгновенно как будто их не было. Ну, нельзя этого не видеть. Это образы. Я не могу ничего сделать. Ничтожные люди, богатые. Бог это делает. Меня судит прокурор. Краевой суд. Следователь краевой. Прокуратуры. Я прихожу уже все. Чистое место. Никого нету. Я еще только прихожу домой. А уже все говорят. Их уже нету. В Ладнара на лагерь даже нападали. Кто кляузничал? Писал самые большие статьи. Находят мертвым убитым. Это ни один, ни два раза. Так что краевой прокуратуре даже здесь ужасно. Что делается такое? Кто писал против вас статьи? Все до одного наказаны. Я знать не знаю. Я еще в деревне был. Ну, не я же убивал их. А так было? Так было. Так было. Бог уничтожал их. Это весь исторический опыт церкви говорит. Да, доверься Богу. Молись, чтобы они не погибли. Вот мы читаем там про Анзерского праведника. Он у него украл лошадь. Единственная лошадь. Крестьянин плачет. Он говорит, ты не о лошади плачь, а плачь о том, кто украл. Лошадь сейчас твоя будет. И лошадь прибегает, взмыленная. А она только реку переплывать. Она утопила его и вернулась лошадь назад. А вора нигде нету. Потом только узнали. Так. Хорошо. Досчитываем до конца. Это сказано Павлом не потому, чтобы святые радовались наказанием, но потому, что дело проповеди имело нужду в усмирении препятствовавших ему. А тяжкие, также и слабейшие из верующих весьма много утешались этим. Ну, это можно сказать так. Откровение 6.9. Уже даже там на небе праведники под жертвенником и молятся Богу. Да коли не мстишь за нас, Владыка? За кровь нашу? Да как, как? Об обращении, а не оказании, чтобы обратились они. Да коли не мстишь? Уже на небе и молитва идет против врагов, нет за них. Так, на этом все. Спасибо. Спасибо.